Какой русский не любит быстрой езды? А танковый биатлон? А отжатую на оккупированной территории технику, а? А рыбу разведчика? А роботов? Этих восхитительных роботов, которые так забавно топают ножками? Всё это на форуме «Армия-2022». Будем честны, раньше эти форумы, проводимые Министерством обороны, были унылыми. Привезли танки, растянули георгиевские ленты, показали шойгу. Он выступил в рамках круглого стола, посвященного психологической обороне. Но в этот раз люди в форме превзошли самих себя, собрав в одном месте какое-то запредельное количество трэшовых экспонатов и разработок. Мы сумели пробраться на это мероприятие и приготовили для вас видеоэкскурсию. Пристегнитесь, мы погружаемся в кринж. Ровно как и экономический форум, армейские в Кремле решили не переносить. Да, санкции ударили по экономике. Да, усилились репрессии. Но живём как прежде, у нас же спецоперация, а не война. На форум приедет и Владимир Путин, который отсыпет благодарности иностранцам, прибывшим на мероприятие. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития. Не прогибаться под гегемона приехали делегации из Китая, Ирана, Белоруссии, Африки и Индии. В общем, стандартный набор диктатора. Официально никто из иностранцев о поставке оружия с Путиным договариваться не стал. Кто знает, может, из-за языкового барьера. Я извиняюсь за свой сломанный русский. Сломанный русский оказался не только у гостей форума, но и у переводчиков. Мне нравится, как мне нравится. Сегодня жеребьёвка тоже очень чистая, мне очень понравилась. Речь идёт о жеребьёвке конкурса «Армия культуры». Тут всё как в Капитал-шоу «Поле чудес». Вначале вертят барабан, а потом зрители радуют песнями и плясками. А вот уникальные кадры. С форума «Армия-2022» со всех лап убегают собаки. Главной гордостью Кремля на этом форуме стала трофейная техника. На входе в зал вас встречает захваченный в Мариуполе танк. Да-да, он переезжает медведя. Наверное, русского. Мало того, что это вооружение было буквально украдено после оккупации, так ещё и креативная служба «Шойгу» добавила манекенов с символикой Азова. Так страшнее. Пройдя зал с трофейной техникой и стоящими рядом манекенами, нас ждут ещё одни манекены. Видимо, их закупили по акции и сделали аж отдельную экспозицию. Внимание! Украина глазами Минобороны. Как только рождаясь украинка, её учат, что борщ придумали в Киеве. Дальше она идёт в школу. Там учительница из Азова вдалбливает ребёнку в голову простые истины. НАТО – наш друг, Бандера – герой. Сам Степан Андреевич грозно следит за процессом обучения из-за фоторамки. С мальчиками всё проще. Им просто показывают целующихся мужчин. Дальше новоиспечённых азовцев украшают татуировками со свастикой и отправляют на фронт. Более талантливых берут работать в биолаборатории. Им предстоит изобрести смертоносное оружие, которое уничтожит всех русских. Или хотя бы русский язык. Если на этом моменте вам уже хочется умереть от кринжа, не торопитесь. В рамках форума был ещё и антифашистский конгресс. Обсуждали, какие бывают неонацисты и как работать с молодёжью, чтобы те становились зет-патриотами. Говорят, молодым людям остро не хватает новых нравственных ориентиров. Вот тут Ольга Бузова, да, я сейчас вспомню, Маргенштерн. Кто назовёт те фамилии, которые, ну, реально молодых людей, которые могли бы сегодня стать примером для молодёжи? На Конгресс заглянул и Сергей Шойгу. Вспомнил про Советский Союз, след Вашингтона и, конечно, про Азов. Терпя поражение на земле и отступая, они целенаправленно уничтожают всё вокруг. Лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактикой во время Великой Отечественной войны придерживались немецкие нацисты. Теме фейков уделили особое внимание. С методички, простите, с докладом по теме приехала, угадайте кто, Дарья Дугина. Расскажу про Бучу, про конфликт интерпретации, про факты. Ох, лучше бы не рассказывала. Назвала трагедию там инсценировкой с трупами людей, выдаваемых за жертв российской агрессии. Приехали и пропагандисты покрупнее. Мария Бутина потрогала оружие, а Владимир Соловьёв напомнил, как надо Родину защищать. Жаль, не из-за копов. А человек, ведущий в армию, должен понимать, что есть такая профессия Родину защищать. И есть святая обязанность. При этом служба в армии подразумевает сожаление и возможность гибели. Отдельно отметился телеканал «Звезда». По понятным причинам, ведь их тоже спонсируют Минобороны. Сначала корреспондент канала 5 минут итогового сюжета удивлялся углероду. «Углеродных нитей. И это тоже углеродная нить. И вот эта углеродная нить. И опять углерод. Это сделано из углерода носовая перегородка. И всё это углерод». А потом взлетел на воздух. «Это летающее крыло. Прыжок 4,5 тысяч метров. Катапузирование с такой высоты стал невозможно». И нету инновациям конца на форуме российской армии. Главными звездами мероприятия стали отечественные роботы. Например, это рыборазведчик. Здесь киборг-убийца. «Человеческие жертвы ноль». И легендарный рыбопёс. Обласканный кремлёвской пропагандой боевой киборг с пушкой наперевес. Уникальная разработка российских инженеров, случайно обнаруженная на Алиэкспрессе. Среди прочих инноваций «Гжельский танк» и мобильный пункт «Мобилизация». «И все желающие, кстати, прямо на форуме смогут записаться на военную службу по контракту в российскую армию. Такой павильон здесь также подготовили. Примечательно, что в детской зоне». Посетители постарше могли развлечь себя интеллектуальными играми. Куда больше развлечений было для детей. Можно почувствовать себя за штурвалом судна. Например, крейсера «Москва». «Москва и корабль, иди нахуй». Можно пойти пособирать автомат Калашникова, а потом и Россию по кускам. Оба навыка довольно полезны, когда президент Владимир Путин. Ну и отдельный полигон для юно-армейцев. Здесь тренируют навык выхватывания грантов от Кремля. К сожалению, наша экскурсия подошла к концу. Знаю-знаю, что вы сейчас чувствуете. Хочется стереть себе память, чтобы... Просто стереть себе память. В подарок за просмотр ловите видеооткрытку. Так, на память. Отправьте родным и близким. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!